Привет! Сегодня специально для вас подготовила обзор бюджетных гостиниц на курорте Сиде в Турции. Хочу сразу отметить, что в нашем обзоре будут попадаться как отели, на которые стоит обратить свое внимание, так и гостиницы, которые лично я бы на вашем месте обошла стороной. Что такое бюджетные отели? Какими принципами я руководствовалась при подборке бюджетных отелей Сиде? Я заходила на сайты популярных туроператоров, проставляла фильтры «Самая минимальная цена», категория «5 звезд», и те отели, которые вошли в топ-10-15 самых недорогих бюджетных пятерок, я на них и обращала свое внимание. Из списка 15 отелей, которые высветились на сайте туроператора, я выбрала 8 гостиниц, и сегодня как раз-таки собираюсь вам о них рассказать. Приготовьтесь, в этом обзоре будут как хвалебные, так и не очень отзывы. Я руководствовалась отзывами реальных туристов, которые оставляли свое мнение на сайте TripAdvisor. Так что давайте не будем тратить время и приступим. Одной из самых бюджетных пятерок на территории курорта Сиде является гостиница Club Cide Coast. Он располагается в поселке Чолаклы. На TripAdvisor у этого отеля стоит оценка 3,5 балла. Вообще 3,5 балла считается как очень хорошо. Но у отеля отзывы неоднозначные. Я проштудировала их и выявила следующие плюсы и минусы данной гостиницы. Давайте посмотрим. Многие пишут, что это чистый ухоженный отель. У него имеется открытый бассейн с горками, также есть хамам, сауна. Многие туристы также отметили приветливый и услужливый персонал. По поводу питания в отеле особо дифферамбов я не нашла. Пишут, да, еда нормальная, вкусная, но при этом без изысков. Ну а среди главных плюсов данного отеля туристы отмечают великолепную анимацию. Это интересные конкурсы, шоу, программы. В общем-то, если вы часто выбираете отель и ориентируетесь на высокое качество анимации, именно в этом отеле в анимации получают достаточно хвалебные отзывы. Практически все туристы отмечают хороший пляж. Он удобный, находится в полкилометрах от отеля. Можно либо дойти до него, либо воспользоваться специальным автобусом. Это песчаный пляж, заход в воду по логе, что, естественно, очень хорошо подойдет для семей с маленькими детьми. Также на пляже имеется небольшой ресторанчик с живописными морскими видами. Вот на этом плюсы данного отеля, пожалуй, заканчиваются. Давайте же посмотрим, что не так в данном отеле. В многих отзывах туристы пишут, что ни в коем случае не заселяетесь в старый корпус отеля. Дело в том, что, во-первых, там и ремонт не очень, и старый корпус располагается рядом с кухней, откуда доносятся невероятные шумы от работающей техники. Многие сетуют на то, что в отеле ужасный Wi-Fi, постоянно обрывается связь, и даже в лобби нельзя найти более или менее качественный интернет. Ну и есть несколько отзывов, в которых я прочитала, что в данном отеле нет меню для детей. Все, что вы найдете в ресторане для детей, это будет либо рис, либо картошка фри, никаких каш, и в целом говорят, что небольшой выбор фруктов. Сколько же будет стоить отдых в таком отеле? При своем обзоре я руководствовала следующими параметрами. Отдых на двоих с вылетом из Москвы на 7 ночей на месяц июнь. Итак, в месяц июня здесь можно будет отдохнуть за 81,5 тысячу рублей, что составляет около 1120 долларов. Конечно, если вы не хотите ехать в июне, в другие месяцы, можете зайти на сайт любого туроператора, посмотрите тот месяц, какой интересует вас. И вообще, если вас не интересует вылет из Москвы, как обычно я всегда вам говорю, вы читаете из озвученной мной суммы 350 долларов. Как правило, именно столько денег уходит на перелет и доплату за топливные сборы. В озвученный мной оценник также входит в страховку, включая страховку от невыезда. Дополнительные килограммы за багаж я здесь не беру, поскольку каждый подходит к данному вопросу индивидуально. Переходим к обзору следующего отеля на курорте Сиде и им стал Линда Резерт. Гостиница располагается в живописном местечке под названием Тетриэн Гюль. Оценка у данной гостиницы на TripAdvisor составляет 4 балла, что довольно-таки неплохо. Что же пишут наши туристы о данной гостинице? Многие говорят, что это уютный отель с чистыми номерами, с красивой зеленой территорией, на которой располагаются два бассейна, два вида горок, теннисный корт, волейбольная площадка, беседка. Есть группа отдельных номеров со своим собственным бассейном. Большинство туристов сошлись во мнении, что у данного отеля хорош соотношение цены и качества. Как говорят туристы, персонал в данной гостинице достаточно дружелюбные, внимательные. Если возникают какие-то вопросы, то стараются непременно помочь. В целом, постояльцы данной гостиницы остаются довольными разнообразием еды, но некоторые пишут, что фруктов было не так много, как хотелось бы. Кроме того, многие туристы отметили очень качественный сервис в спа. Ну а давайте теперь перейдем к минусам. Без них этот отель также не обошелся. Самым главным минусом, пожалуй, в данном отеле является скудная анимация. Какие-то небольшие вечерние шоу, живая музыка, и на этом, в принципе, анимация заканчивается. Еще к одному достаточно-таки вескому минусу я бы отнесла тот факт, что персонал в данном отеле очень плохо говорит на русском языке. Об этом пишут сами туристы, естественно. Как и в предыдущем отеле, здесь также жалуются на плохой интернет. Wi-Fi работает со сбоями. Кому нужен Wi-Fi, нужно будет либо приобретать сим-карту турецкую, либо где-то доплачивать, ходить куда-то в интернет-кафе. Надеяться на интернет в данном отеле, в общем-то, не стоит. Поскольку отель Linda Resort достаточно старый, отсюда вытекает его и следующий минус. Это необходимость провести ремонт на территории отеля. Кое-где в стенах попадаются трещины, в номерах хромает сантехника. Отдохнуть в Linda Resort недельку с вылетом из Москвы, со всеми страховками и перелетом, обойдется на двоих 82 тысячи рублей, что составляет около 1120 долларов. Ну а следующий отель, готовьтесь, это один из самых худших отелей в нашем сегодняшнем обзоре. За последнее время он набрал массу негативных отзывов. Наиболее часто, что ты там встречаешь в отзывах, это просто ужасный отель, не рекомендую. Но про него я тоже хочу рассказать, потому что мы все-таки делаем не подборку, а именно обзор отелей, где мы отмечаем как и хорошие варианты, так и те, которые в принципе не очень рекомендуют люди, которые уже побывали на территории гостиницы. И это отель Cide Alegria Hotel, который располагается в поселке Кунгкё. Несмотря на то, что оценка у данного отеля на TripAdvisor составляет 3,5 балла, минусов в данной гостинице накопилась масса. Но давайте начнем все-таки с плюсов. На первый взгляд, гостиница может показаться достаточно приемлемой. Это красивый отель с панорамным видом на море. Территория небольшая, но имеются два открытых бассейна. Один для активного отдыха с горками, другой для более спокойного. Есть еще один крытый бассейн с подогревом. Кстати говоря, это отель 18+, то есть на территории маленьких детей вы не увидите. Если кто-то руководствуется данным критерием при выборе отеля, в принципе, можете рассмотреть данный вариант, но подождите, вначале узнайте о его минусах. Идем дальше. Многие туристы отмечают, что у отеля довольно чистый пляж, он песчаный, с пологим заходным морем, лежаков всегда хватает абсолютно всем, даже если отель практически заполнен под завязку, все равно место вы себе найдете на пляже. Прибираются в отеле в номерах каждый день, и если чего-то не хватает в мини-баре, либо не донесли случайно полотенце, то по вызову на ресепшн вы сразу получите то, что вам не додали. Также одна туристка написала, что довольно вкусно готовят в этом отеле рыбу, и на этом плюсы данного отеля, к сожалению, закончились. Давайте переходить к минусам. Практически в каждом отзыве я прочитала, что у данного отеля просто провальная анимация. Максимальная оценка, которую дают анимации, это двойка. Говорят, что шоу совершенно неинтересные, устаревшие, есть даже какие-то слегка озабоченные аниматоры с какими-то ненормальными конкурсами, поэтому на анимацию в этом отеле рассчитывать точно не приходится. Также пишут, что несмотря на то, что отель отремонтирован, в номерах стоит довольно-таки старая мебель. Что меня поразило, чуть ли не каждый отзыв пестрит негодованием о том, что в отеле весьма недружелюбный персонал, как в ресторанах, так и на ресепшене, да и вообще, по-моему, везде. Вот что один турист написал по поводу сотрудников ресепшена данного отеля. Такое чувство, что вы к ним домой завалились ночью и без приглашения. В общем, сервис в лице персонала страдает в этом отеле явно. Некоторые туристы остались недовольными качеством еды и алкогольной продукции. Да, пишут, есть и рыба, и курица, но все приготовлено невкусно, пережарено, либо пересолено. В общем-то, с шеф-поваром тоже этому отелю, походу, нужно что-то делать. Ну и в целом, если вы откроете сайт TripAdvisor и начнете читать отзывы туристов по данному отелю, вот такую вот картину вы увидите. Все, что пишут. Отвратительный отель, отвратительное отношение к гостям. Не советую портить себе отдых и приезжать в этот отель. В Турции не первый раз такого хамского отношения не встречала. Отель три звезды максимум. Я бы на вашем месте несколько раз подумала, прежде чем выбирать данный отель. Конечно, это могут быть только субъективные какие-то отзывы. Естественно, не субъективные, но их такое большое количество в негативном окрасе. То, что, если честно, даже немножечко побаиваешься ехать в этот отель. И несмотря на такое количество негативных отзывов, отель стоит не так уж дешево. Если вы захотите поехать в него в июне с вылетом из Москвы на 7 ночей, то он вам обойдется. 82400 рублей, это около 1130 долларов. Не знаю, что думать по поводу данного отеля. Если среди моих зрителей есть те, кому довелось отдыхать в даманном отеле, обязательно напишите свой отзыв у меня в комментариях, чтобы другие подписчики тоже посмотрели и знали, стоит ли ехать в этот отель действительно или не стоит. Но мы двигаемся дальше. И следующий отель, который располагается прямо на территории самого курорта Сиде, называется Отюм Фэмили Стоун Палас. Кстати, из отзывов мне стало ясно, что данный отель на ежегодной основе меняет свои названия. Раньше это был Вера Стоун Палас, потом Линда Стоун Палас, вот теперь Отюм Фэмили Стоун Палас. И когда отель очень часто меняет свои названия, это говорит о том, что у него имеются явные проблемы, потому что зарекомендовавшая себя гостиница, у которой достаточно доброе имя, никогда не станет на постоянной основе как-то менять свое название. Но давайте посмотрим, что пишут наши туристы, а уже отдохнувшие в данном отеле. Кстати, оценка у отеля неплохая, на TripAdvisor составляет 4 балла. Какие же плюсы имеются в данной гостинице? В отзывах пишут, что отель больше предназначен для спокойного отдыха. Уютная гостиница с красивой зеленой территорией. Также многие остались довольны пляжем, говорят, что достаточно-таки уютный, чистый и удобный для отдыха пляж. Удобный заход в море, на территории отеля имеется отличный парк и променад тоже рядом. Пляжный ресторан позволяет не ходить на обед в гостиницу. Если хочется весь день провести на море, то очень удобно. Ресторан как раз-таки под боком. Некоторые туристы также отметили, что им очень понравилась работа в спа-центре. Там работают профессионалы, советуют посещать данное заведение в целях массажа, либо посетить просто сауну. На что же сетуют туристы, отдохнувшие в данном отеле? Пишут, что номерной фонд в отеле довольно-таки старый и этим номерам не хватает чистоты. Видимо, хромает уборка в номерах. По мнению достаточного количества постояльцев, с едой также есть небольшие проблемы. В частности, все те блюда, все те мясные блюда, которые там подают, в основном даются из соевого мяса. Это пишет один из туристов. Отсутствуют натуральные соки, есть автоматы с напитками типа юпи, а также пола фанта. Еда однообразная. Соевое мясо в основном. Индейка, не прожевать. Тушеное еще нормальное. Овощи стандартные, фрукты дубовые. Ну вот, в принципе, и, кстати, не один человек написал по поводу того, что соевое мясо там дают. Ну и раз мы затрагиваем тему еды, также говорят, что детское меню тоже не порадовало. Это в основном наггетсы, картошка фри, рис. Естественно, стандартное для нас детское такое питание в виде каш там отсутствует. Ну и, конечно же, не обошлось без отдельных казусов, когда людям попадался неприветливый, недружелюбный и невнимательный персонал. Но я думаю, в каждом отеле можно найти хотя бы одного сотрудника, который как-то не понравится посетителю. На самом деле, в очень хороших отелях, в принципе, даже не в пятерках, а и в четверках, и в тройках бывают сотрудников так выстраивают, что, не дай бог, ты хоть неверное слово скажешь, не улыбнешься, постоять отелей, и тогда просто-напросто либо выговор, штраф, либо увольняют. Все зависит, конечно же, от руководства, как себя ведет персонал. И во многих отелях, в принципе, как раз-таки сотрудники, наоборот, стараются работать хорошо, но вот в этом отеле попались нашим туристам не очень дружелюбные сотрудники. Кстати говоря, данный отель работает по системе ультра, все включено. Предыдущие отели, которые я перечисляла, работают лишь по системе все включено. Ультра, это значит, на протяжении 24 часов в сутки вы можете пользоваться баром, ну а также есть, где найти ночью и еду. Стоимость проживания в данном отеле, по тем же параметрам, какие я обозначала и выше, на июнь, составит 87 800 рублей, либо же 1200 долларов. Опять-таки же, если не интересует вас вылет из Москвы, не забывайте, вот, из 1200 вычитать 350 долларов. Ребят, села за монтаж видео и поняла, что ролик получился очень объемным, чуть ли не на 30-40 минут, поэтому решила разбить данную тему по бюджетным пятеркам Сиде на две части. Поэтому сегодня я предоставляю вашему вниманию первую часть по первым четырем отелям, ну а завтра, послезавтра выложу еще и вторую часть по бюджетным пятеркам Сиде, чтобы не занимать слишком много вашего времени. Так что ждите следующую часть буквально на днях, завтра, послезавтра. На сегодня все, с вами, как обычно, была я, Катя, не забывайте поставить мне лайк, увидимся в следующем ролике.